Владимир, вы вчера в городе Донецке, Ростовской области, где проходит суд над Надеждой Савченко, выступили первым свидетелем защиты. Вот расскажите нам, как это все проходит, как выглядит процесс, какие вопросы вам задавали, защита и обвинения. Да, это проходит в небольшом приграничном городке Донецке, Ростовской области. И судьи, и прокуроры местные, максимум из Ростова, второй прокурор. Вчера присутствовал один адвокат, Илья Новиков, и вчера был первый день, когда защита вызывала свидетелей защиты. И надо сказать, что для судей и для прокуроров вызов меня стал полной неожиданностью. И здесь мы доверялись полностью чутью и руководству процесса адвоката Ильи Новикова. Он убедил судей, и они, посовещавшись, все-таки приняли меня как свидетеля и рассчитывали на один час опроса свидетеля. Почему опрос дился в шесть часов? Меня мало перебивали, только несколько раз. Шесть часов? Шесть часов. Шесть часов, я вам должен сказать, мне было приятно стоять возле Надежды этих шесть часов. Надежда все шесть часов тоже стояла на ногах. Она мотивировала, объясняла это тем, что в зале суда присутствует офицер. И по уставу, и по солидарности она стояла и стоя весь этот процесс, весь день прослушивала, активно участвовала. Возможно, излишне эмоционально, но ее можно понять. Она напомнила мне, или я увидел в ней маленькую женщину, настоящего офицера, в которой бурлит большая, наверное, великая Украина. Здесь, там, в большой России, в Надежде Савченко я действительно видел великую Украину. Столько в ее глазах, в ее ауре было непокорности, свободы любви, свободы. И хотелось обнять, хотелось обогреть. Все, что от меня требовалось, я, насколько мог, рассказал. Только некоторые нюансы и некоторые вопросы я просил снять. Основной вопрос был, и для меня это было принципиально. И изначально, еще год назад, я говорил, что не имеют ее права судить, ее не имеют права были украсть, перевести через границу и устроить это судилище. Поскольку я занимался изначально контактом с переговорщиками с луганской стороны и получил в списке среди 16 человек пятым номером Надежду Савченко, то есть луганская сторона изначально ее предлагала на обмен. И наше руководство, я имею в виду руководство силовиков, на то время Андрей Порубий, Леус Андрей, поставили задачу выйти на контакт с Луганском по обмену пленных. С Донецком эта работа уже шла второй месяц, с Луганском контакта не было. И вот где-то с 20 июня, это первые телефонные звонки, 20, 21, 22 уже я взял билеты на поезд, тогда еще ходили поезда. И вместе напросилась со мной Ольга Амелевича, корреспондент газеты «Вести». И как показал результат через год, я согласился и получил еще и себе свидетели для своих показаний. Она присутствовала на переговорах, она написала статью, как газета «Вести» ездила с Рубаном Савченко освобождать. И она присутствовала при всех переговорах, она может подтвердить, что да, действительно, Савченко тогда предлагалась для обмена. Просто необходимо было какое-то время растянуть, допросить ее сломать или сломить. Она вела себя, я об этом говорил и год назад, и сейчас в суде, она вела себя вызывающе. Для военных это обычное поведение в плену, для подготовленных военных, для офицеров, без унижения, понимая, чем это может закончиться. И это вызывает от женщины такое поведение у луганской стороны, это вызвало озлобление. Ей заинтересовались, она привлекла внимание, как эта женщина, офицер и может себя вот так вот вести. Мужчины ломаются, старшие офицеры ломаются, а здесь вот так, не как все. И она разговаривала на русском только когда сама хотела, все время говорила на украинском языке. Это и привело к тому, что ее хотели сломить, ее дух, чтобы она упрашивала оставить ей жизнь, отпустить ее на свободу, поменять. Она не сломилась. Мне пообещали провести обмен ее в следующий раз, не в первый день, потом еще в следующий раз. И вот так четыре раза я ездил, даже оставался и по два-три дня ожидал в Донецке, в Луганске, покуда все-таки решится вопрос, мне ее отдадут. И мне ее не отдали под незначительными предлогами, даже обещали свидание. И тем не менее, уже понимая, что я не смогу пробиться сквозь нежелание ее отдать, я попробовал заинтересовать Безлера, Горловского командира в то время, чтобы он по своим возможностям вырвал из Луганска Савченко к себе в Горловку и произвести обмен уже с Безлером. Он выехал в Луганск, провел два с половиной дня, разыскивая ее, поскольку ее местоположение скрывалось уже и скрывалось от своих, если так можно назвать. И в конце концов по телефону сообщил, что ее уже нет в Украине, но эта информация, он попросил засекретить эту информацию. Это было еще до официального объявления о том, что она появилась в Воронежском СИЗО, ее якобы отпустили, или было заявление Болотова, что она сбежала, заблудилась и заблудилась в сторону России. В Плотницкий в своих показаниях говорил командир в то время батальона «Заря» Луганского, ныне руководитель Луганской Народной Республики, что он лично допрашивал Надежду, и поскольку условия содержания женщины в плену не соответствовали необходимым моральным или Женевским конвенциям, или каким-либо нормам, а информации от нее уже не требовалось какой-то военной разведывательной, он принял решение ее выпустить на свободу, отпустить. Поэтому дал указание вывести ее в другую сторону от направления, где стоял батальон «Айдар», поскольку там велись якобы боевые действия, в другую сторону ее отпустили, и она ушла в сторону России, возможно, заблудившись, возможно, специально. И, зная, что это не так, поскольку именно в этот день я получил, 23-го числа, получил доверенность, такую же, как мне давала служба безопасности Украины, содействовать в моем перемещении, поскольку я веду переговоры о обмене военнопленных и освобождении заложников в период, точно такую же доверенность, для того, чтобы меня не останавливали в Луганской области или не расстреливались сразу, как было принято в то время всех, кто имел киевскую прописку или относился к укропам. Мне сделали такую же доверенность 23-м числом, и мне необходимо было показать неправдивость показаний лидера Луганской народной республики Плотницкого, поскольку в то время руководителем был Болотов. С 20-го числа я уже вел телефонные переговоры об освобождении Савченко, а 23-го получил эту доверенность, в день, когда Плотницкий утверждает, что отпустил. Соответственно, все переговорщики и все руководители знали о том, что есть переговорщик, который именно занимается обменом пленных, и нет необходимости просто отпускать Савченко куда-либо, если есть человек, который специально ее заберет и еще вместо нее привезет одного или нескольких своих военнопленных. Вот это я объяснил в суде вчера.